друзья здравствуйте и все комментарии которые бывают под моими фильмами а фильмы не только с удовольствием один меня задел помните я рассказывал уже один раз нельзя платить детям за работу человек видел перед собой детей 7-8 лет нельзя платить за работу старости стакан воды не подадут значит вот этого сенька 8 лет он знает что сейчас он заготавливает это очень удобная штука и он раскалывает без всякого напряжения косточки мажорского ореха вот и получается лекарство для деда для бабы вот и попробуем дать за это деньги никогда не возьмет а здесь одна помощница другая вопрос морального плана знаете почему есть страны запада где если вот это увидят там сразу бы приехали бы детей бы забрали и навсегда и такое есть а здесь в начале идут навыки работы и потом они четко знают если это связано с именно зарабатыванием денег мы все равны каждый месяц свою долю вот почему я так делаю у меня свои понятия потому что я воспитывался военной семье своей жизни мне пришлось так сложилось мирную жизнь на риске мне работая параллельно командиром газоспасательной дружины кроме инженерной должности мне пришлось рисковать жизни спасать людей что мне помогло детство помогло а сейчас я не буду рассказать что такое мое детство одно скажу я себя пробил ладонь ножницами чтобы доказать себе что когда а это было посеверное время что когда меня гестапо все будут пытать я все таки не выдержу вот это было а потом мне пришлось уже воспитывать детей вот таким вот образом здесь и трудовые навыки и воспитание все и вот этому парню тем чем рано этого я объяснил два примера привел мальчик 10 лет когда убивали бандиты его семью это суть и знает вся страна только почему-то в школах не проходит вот почему школах этого не рассказывать дорог ему было 10 лет и когда убивали 8 минут зал нож и бросился на бандита и он тоже убили ему по моему сам путин вручал орден или посмертный не моего а кому-то там может от его имени мертвого ребенка вот это надо знать детям и как 12-летний ребенок прыгнул воду в ледяное взрослые не прыгнули только смотрели как он спасает девочку 13-летний парень вот так я их воспитываю вот это мой ответ как это сами понимаете меня задело это кто-то считает что лучше знать как воспитывать детей в семье военного родился и первые годы и потом все это было пропитано духом а если завтра война это было это было западная украина вот так извините я обязан был это сказать может кто-то после этого также скажет примерно так же научу-ка я своих детей драться вот пригодится ну вот теперь переходим к обычной нормальной жизни я не переживаю сейчас еще пока мало кто включился поэтому считайте все просто и даже время терял на какого заполнил паузу вот как в церкви клоуны заполняют паузу вы считаете меня клоуна вот это то самое лекарство всякий случай как это делается вы знаете что я нескольким людям высал очень много этих косточек вот у них тяжелые болезни дальше вся моя работа вот этой лекции будут пропитаны вот этим если в стране 23 миллиона дач в участку по крайней мере официально и на каждом росли бы абрикосы и никто бы не мешал вот если бы так было бы никто бы не мешал своими идиотскими советами и мертворожденными саженцами и во всех семьях были бы соки компоты варенье вплоть до вот это мякоть вот это которые многие считают ценнейшим лекарством от онкологии если бы это было наверное сейчас бы у нас бы не было столько трагедий и другие проблемы я про них воплю про геопатогенные зоны как можно на это не обращать внимание ну как вот в голове не укладываются деревья гибнут миллионов геопатогенные зоны люди болеют а нет лжа наука вот такой стране живем и в этом мой долг об этом повторять и повторять ну а здесь чисто практически совет взял на двое суток в воду косточки а показывать интересные фотографии вот всплыла 8 а к утру уже одна сложная была то есть во-первых качество отменное а то одно я расколола она была пустая как-то я пропустил не я помощница когда это отбраковали но вы как годного мне понравился почти сто процентов и двое суток я держал в этой воде лежали утонувшие потом оказалось раскалывал целико и даже не такие не такая твердая получилось уже твердая уже получились ядышки и вот пожалуйста ребенок за это деньги нет он не возьмёт дети уже с принципами это спасение не спасение обычая это работа с персиками которые там под стеклом тоже трудновато приходится мало двигается